Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы всегда найдете свежие обзоры на все, что в игре выходит, на ивенты, на машины, которые выходят на продажу. В общем, о любых новостях вы сможете узнать на моем канале, я делаю это максимально оперативно. Ну а по поводу тех танков, которые только вводятся и в игру, то я эти танки снимаю на обзорах у себя еще до того, как они официально в игре появляются. И вы их можете увидеть буквально через пару минут, после того, как разработчики официально какую-то машину вводят в игру первый раз. Поэтому, если вы хотите быть всегда вовремя в курсе всего, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Сегодня разработчики выложили на продажу набор с бураском и в комплект ему положили семерку М41Д. Что касается машин по отдельности, М41Д, с учетом того, что здесь открыто все оборудование, в принципе, с натяжкой, можно сказать, стоит 3500 голды, но только тем ребятам, которые покупают себе машину чисто ради фана. А не для того, чтобы на ней зарабатывать серебро или, я не знаю, там, уж точно не для тех ребят, которые берут машины для того, чтобы заниматься подъемом своей статы. Короче говоря, М41Д, машина на любителя, и к ней мы вернемся в следующем видео, которое выйдет на канале буквально через полчаса-час, после того, как я опубликую данный видос. Ну, а в этом видео поговорим о наборе в целом и обязательно выкатим и заценим БТ, господи, БТ, Батчат Бураск. Здесь действительно есть о чем поговорить, машина не для новичков, в голом состоянии, за 8,5, я ни разу ее не помню на продаже, она всегда торговалась по 10 тысяч без открытого всего оборудования. Оборудование – это ваша возможность сэкономить где-то в районе 2 миллионов серебра. Если будете брать себе прям совсем голую машину, то именно столько серебрухи вам придется потратить для того, чтобы открыть всю оборудку. Что же касается данного набора, то давайте сначала по математике. 10 тысяч за две машины. Недавно за 10 тысяч продавали Левчика и Центуриона, но там было две восьмерки. И понятное дело, что тот набор был гораздо интереснее в этом плане. Ну, а что касается конкретного набора по СТ и ЛТ, то давайте так. Нормальная, типичная цена для М41Д – это где-то 3-3,5 тысяч в полностью голом состоянии. Если говорить о объективной цене, то где-то 12,5 им чисто ради фана себе данную тачку брать, ну и не так уж часто на ней катать. Разве что прям совсем любители ЛТ-воды смогут на этой машине играть очень часто. Что же касается оставшейся цены, то получается, если от 10 тысяч отнять условные 2,5 тысячи за М41Д в голом ее состоянии, то тогда Бураск вам получается за 7,5 тысяч голды. С учетом того, что вы получаете легендарный внешний вид, который разрабатывался специально для данной машины. И, честно говоря, я не находил никакого более подходящего кама для Бурасика. Что же касается открытого всего оборудования, то вы его тоже получаете. Плюс вам здесь по 25 бустерочков дают эпических. Ну и плюс к тому по 20 штук X5 на каждую из этих машин. И на Бураске вы вполне спокойно их качественно реализуете. Ну и, соответственно, поднимите элитный опыт экипажа, да и не только. Что касается того, что здесь положили новый, абсолютно новый и уникальный аватар. Какие-то то ли боксерские перчатки с сердечком, то ли варежки какие-то зимние. Не знаю, заценивать не буду. Меня аватары интересуют только те, которые можно обменять на голду. Что же касается набора, то получается, что в наборе, безусловно, брать гораздо интереснее. С учетом того, что раньше Бурасика продавали в голом состоянии за 10 тысяч. А сейчас за десятку можно взять себе Бураска во всей его комплектации. Да и плюс еще в довесок взять себе какую-никакую премиумную семерку чистофановую. То, по-моему, довольно-таки и неплохо. Но, опять-таки, ребят, у каждого свой карман, у каждого свои финансовые возможности. Я вам скажу так. Я в свое время, если правильно помню, то покупал себе Бураска в комплекте с Лорейн 40 тонн. И тогда, по-моему, я заплатил что-то 12 с половиной тысяч. И в целом я доволен Бурасиком за эти деньги и не жалею абсолютно. Поэтому здесь определяйтесь самостоятельно, что стоит, а что нет. Что хочется сказать сразу. Машина не для новичков. И это стоит помнить, что бы там ни рассказывали на других каналах. Машина способна быть реализована вами, но только если вы способны ее реализовывать. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что Бурасик обладает орудием на два снаряда с перезарядкой барабана в неполные 19 секунд. И вы должны точно знать, куда вы будете эти 19 секунд боя девать. То есть, куда вы отправите эти 19 секунд времени и чем будете заниматься в это время. Вы будете перекатываться куда-то, и это самый правильный выбор. Ни в коем случае на Бураске стоять нельзя на месте. Что касается орудия, то в целом оно очень бодрое. Два снаряда, две секунды перезарядки между собой у снарядов. А это значит, что по большому счету после выстрела и через две секунды взял еще один выстрел, то суммарно за два выстрела вы накидываете 640 единиц урона. Ну, за две секунды довольно-таки неплохо, как для среднего танка. Пробитие 199, с учетом того, что здесь установлены калиброванные снаряды у меня в оборудке. Ну, и что касается подкалиберные голдовые, то 252 мм пробития. Ну, тут, правда, будет на 40 единиц за каждый выстрел меньше наносимого урона. Что касается ДПМ, то 1850 вроде бы и не блещет, но с большими цифрами по настрелу выходить на Бураске, как правило, получается. Опять-таки, если вы умеете на Бураске играть. Что касается разброса и времени сведения, все комфортно, все классно, но опять-таки познается все в реальном бою. А вот что действительно является существенным минусом, так это минус по углу склонения орудия. Минус 6. И это действительно то, что, ну, существенно, существенно ужимает игрока, который играет на Бураске и существенно снижает, скажем так, его потенциальные возможности. Потому что на неровностях на Бураске играть, ну, в край сложном. Также стоит отметить, что у Бураска вообще нет брони. Это такая себе мишень, в которую залетает полностью все и радует хотя бы тот факт, что Бураск маленький. Ну и, в принципе, мишень получается не сильно большая в прицелах ваших соперников. Именно из-за вот этих двух факторов, а именно орудие в разрезе времени перезарядки магазина, ну и, соответственно, в отношении угла склонения орудия вниз, это первый минус и второй минус это полная картонность. По вот этим вот двум обстоятельствам я и не могу говорить о том, что данная машина подойдет прям любому игроку в нашей игре. Ну и, соответственно, каждый сможет Бураска реализовать. А так, в целом, тачка очень классная. Главное не стоять на месте. Ну что, поехали, попытаемся машину заценить в реальном бою. Ну что, ребят, поехали. И, забегая наперед, скажу следующее. На всякий случай, для тех, кому недостаточно будет этого видео, и вы хотели бы посмотреть на Бураска в других боях, я в описании положил ссылочку на абсолютно честный обзор на Бурасика, плюс к тому туда же закинул на М41Д. На всякий случай, если вдруг вы не хотите ждать, когда выйдет свежее видео, о котором я говорил буквально пару минут назад. Что касается подвижности. Подвижность у Бураска есть. Он классно передвигается по карте. Все супер. Точность у орудия просто шикандосная. На средних дальних расстояниях просто чума на нем отыгрывать. Ну и вот здесь, ребят, как-то непонятно, абсолютно рандомно. Сработала какая-то неизвестная никому ранее броня, и я получил непробитие. На удивление. Что же касается времени перезарядки магазина, то в целом, поиграв где-то в районе десятка боев, вы привыкнете к этому времени, начнете его чувствовать где-то, знаете, на интуитивном каком-то уровне. Ну и, соответственно, будете абсолютно спокойно себя чувствовать в бою и помнить о том, что вам за вот эти вот отведенные 18-19 секунд времени необходимо принять грамотное взвешенное решение, куда конкретно вам поехать, чем конкретно вам заняться, ну и, соответственно, с какой стороны куда подкатиться. Что касается игровых возможностей машины против девяток, как вы видите, приходится переходить на голду, потому что пробития не хватает, в частности, по КПЗ-70, допустим, первым снарядом я его не пробил, не видел его нижний бронелист нормально, ну и, соответственно, кинул туда, где этот нижний бронелист находится, но не получил ожидаемого результата. Что касается скорострельности, все просто супер, вот буквально доли секунды не хватило, но, в принципе, если бы союзник не добрал, то я бы 100% товарища отправил отдыхать самостоятельно. Короче говоря, про Бураска могу сказать следующее. Тачка классная, тачка суперовая. Возможно, Бураск не должен быть прям первым выбором эстехи для многих игроков, но он стоящий, он интересный, он веселый, он фановый. Если у вас есть в коллекции такие машины, как Химера, Браджетта 46, Центурион, ну уж тем более Дефендер МК, ну тогда навряд ли вы подберете себе что-нибудь более интересное, нежели Бураска. Если у вас нет Химеры, Центуриона и вышеперечисленных тачек, то, наверное, лучше их подождите. Особенно, если вы начинающий игрок. В общем, Бураск не для каждого и не всегда, но однозначно стоящий внимания. И я больше чем уверен, что вне зависимости от того, насколько вы подкованный игрок, вы рано или поздно к Бураску все равно придете. То есть, рано или поздно вы все равно будете его себе покупать. Сейчас или потом, это уже вопрос третий. Но сам факт того, что это событие в вашей игровой жизни состоится, ну, это уже однозначно. В общем, ребят, могу сказать следующее. Мне Бураска нравится и я потратил на него больше, чем та сумма, за которую его сейчас предлагают. Это я говорю не потому, что я хочу склонить вас к приобретению Бураска. Это я вам говорю к тому, что машина действительно интересная. Машина действительно фановая. И машина действительно достойна вашего внимания. Я не киберспортсмен. Я не суперстатист. Я обычный игрок такой же, как и большинство игроков у нас в игре. Моя стата танцует от 50 до 55 процентов. Я довольно часто проигрываю. Меня довольно часто разбирают. И, кстати, ребят, на Бураске тоже есть исключение из вот таких вот правил. Вот сейчас поражение 2500 единиц нанесенного урона. Что касается моей результативности по фарму серебра, то на Бураске можно фармить в целом. 30 с половиной тысяч я бы сейчас получил без прем-аккаунта. С прем-аккаунтом 54 600. Я считаю, что, в принципе, довольно неплохой результат. Да, не имба фарма, но то, что в минусе вы не будете находиться, это точно. Что касается моей результативности по команде, то обратите внимание. Это при том, что я не особо потел, не особо старался. Да и, в принципе, мы сейчас проиграли. Наверное, не потому, что я плохо играю или Бураск не очень хорошая машина. Ну, просто потому, что бой так сложился и не все ребята в нашей команде, к сожалению, смогли реализовать потенциальные свои возможности. Сейчас похвалим наших союзников, обязательно похвалим наших соперников. Они одержали абсолютно честную победу, красивую, достойную. Я считаю, что они за это достойны уважения с моей стороны. В общем, ребят, покупать набор или нет, безусловно, определяйтесь самостоятельно. Как я обычно вам говорю и говорю об этом абсолютно честно, мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. Так, чтобы потом для вас не было каких-то неприятных сюрпризов. И помните, на этом канале вам никто никогда не посоветует потратить вашу голду на то, что потенциально может вас расстроить. Ну, а если есть вероятность того, что вы можете расстроиться после приобретения, я всегда об этом говорю в своих видео. Что касается Бураска, я уверен, что большинству Бураска понравится, но еще раз повторюсь, машина, скорее всего, не для всех новичков. И, возможно, по началу, если вы новичок, вы не всегда сможете реализовывать Бураска на все его 100%. Ну, а поиграв 10-15 боев и привыкнув к нему, я думаю, у вас все получится. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. И это видео будет про М41Д, который также есть на продаже, который я в свое время на нескольких аккаунтах купил, а на этом аккаунте недавно получил абсолютно бесплатно. И в целом очень этому рад. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин